Добрый вечер! Как всегда в это время объектив позиция в студии Юрий Борьевич. Пора у нас сегодня такая болезненная. Многие харьковчане следили с заболеваниями. В больнице также находятся и детки. Но чтобы процедура выздоравливания прошла намного проще и легче, в Харькове реализован проект «Больничные клоуны». И у нас сегодня в гостях Татьяна Грида, представитель правления общественной организации «Харьковский фонд психологических исследований». Как раз, собственно, вы и являетесь инициатором этого проекта «Больничные клоуны в Харькове». У меня вот здесь такой небольшой рояль в кустах вызвал смятение у нас в студии. Почему здесь появилась вот эта чудесная клизма? Да, я согласен, она напугает и только детей, напугает также и взрослых. Но как же все эти медицинские процедуры, которые проходят, и дети вынуждены их проходить, чтобы выздороветь, чтобы они превратились в некотором роде развлечения и игру? Вот, наверное, этому посвящен ваш проект. Да, именно этому и посвящен наш проект. Можно введем наш такой атрибут? Вот, действительно, очень много разных приспособлений, которые в больнице используются для лечения детей, вызывают болезненные ощущения, даже просто при появлении в поле зрения. Что делают больничные клоуны? Ну, конечно же, это не клизма. Конечно же, мы превращаем этот прекраснейший предмет, расширяем восприятие его... Это может быть лампочка. Да, это может быть лампочка, это может быть микрофон, это может быть духи, которые мы пахнем и опрыскиваем наших замечательных пациентов. И это всегда вызывает смех, это всегда вызывает разрыв шаблона. То есть ребенок начинает смеяться от этого и воспринимает, уже не так воспринимается этот предмет. Например, капельницы, которые ставятся в больницах, и они болезненны, когда их ставят, то это у нас такой аппарат для вливания силы, волшебной силы, ну, все что угодно. Мы придумываем разные смыслы для того, чтобы деткам было легче. Любые медицинские предметы мы обыгрываем и учим этому наших больничных клоунов. Татьяна, расскажите, пожалуйста, каким же образом родилась идея реализовать этот проект «Больничные клоуны». Что послужилось таким толчком, что вы решили все это превратить в игру и обучить участь всех нас больных, да, и детей, и взрослых? Ну, я по профессии детский психолог. И одна из идей моей профессиональной деятельности – это профилактика травматизации детской больницы в частности. Потому что ко мне на прием приводили людей, родители детей после больниц. Ребенок часто меняется после больницы, он становится более агрессивным, он перестает доверять своей маме, как будто бы что-то произошло, и этому есть большие последствия. И таких детей достаточно много после операции, после каких-то медицинских процедур. И у меня в голове тоже было очень много идей про то, как можно сделать так, чтобы снизить вот этот уровень психологической травматизации. И моя коллега однажды, пять лет назад, уже скоро нам будет пять, пришла и рассказала о таком проекте. И я воодушевилась о проекте, который существует 30 лет уже, более 30 лет в зарубежных странах, особенно в европейских, в Израиле, это больничные клоуны, которые работают в больницах повсеместно и повсечестно. И мне очень понравилась эта идея, мы начали реализовывать. Поехали учиться, сюда приглашали специалистов, собираем команду. Да, вот дата, отправная точка. Ну, конечно же, 1 апреля. 1 апреля, в прошлого года, позапрошлого года. Пять лет назад. Пять лет назад. Так в этом году у нас юбилей получается. Конечно, да, конечно. Будем праздновать. Вот за это пятилетие, что удалось сделать, и насколько воспринимают вас дети, не пугаются, потому что многие дети все-таки клоунов немного и боятся, наверное, из-за некоторых фильмов ужасов или чего-то еще. Вот такой складывается неправильный стереотип. Но все-таки клоун – это тот, кто дарит радость. Конечно. Абсолютно радость, веселье, шутки, положительные эмоции. Что удалось за пять лет, и насколько возросла ваша команда, с кем вы начинали, и с кем вы продолжаете сейчас дарить улыбки детям, которые нуждаются в этой помощи? За пять лет, конечно, произошло очень много событий. Мы провели несколько школ больничного клоуна, и в нашей команде остались такие самые стойкие, самые мотивированные. В нашу команду входит примерно 15 человек сейчас, постоянно работающих в больницах. Практически это на волонтерских началах. И наши больничные клоуны постоянно обучаются, постоянно мы разные виды репетиции проводим и так далее. Мы наладили работу сейчас в двух больницах, постоянно, еженедельно. Это 16-я детская больница и детское отделение ортопедии Института патологии позвоночника и конечностей имени Ситенко. Планируем в ближайшее время начать посещение в пятой неврологии, и там же есть, сейчас открыли хосписное отделение. Сотрудничаем с специализированным домом ребенка номер один, то есть работаем еще с детками с особыми потребностями. Кроме того, мы регулярно посещаем детей детских домов, приезжаем к ним на праздники, все, что мы можем сделать, потому что у нас еще одна из форм работы – это спектакли, специальные интерактивные спектакли, помогающие справиться детям со стрессом. Детки в этих спектаклях, они зрители или иногда они становятся и участниками? Конечно, участниками. Конечно, они сопереживают и играют вместе с нами в эти игры, помогают проходить какие-то испытания, трудности нашим клоуном. Насколько я вижу, вот здесь представлена, наверное, некоторая атрибутика, да? Конечно, конечно. Такая декорация этих небольших кукольных спектаклей. Конечно. Ну, на самом деле, у каждого клоуна есть свой набор клоуна. И для того, чтобы ребенок не пугался, то, о чем вы говорили. Что мы не пугались, Татьяна, я попрошу, вот то, что у вас на шее, все-таки применить его по назначению. Да, у нас есть у каждого свой носик. Некоторые подумают, что же это такое за украшение, а это все-таки... Да, 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 да. Это носик, который нас... Ну, это наша маска. Он является нашей защитой. То есть, когда мы надеваем носик, то мы, на самом деле, превращаемся в совершенно абсолютно другого персонажа из сказочного мира. Ну, например, мой персонаж – это апельсинка. Она ранимая, чувствительная. Иногда хочется ей покомандовать, но в то же время она ужасно любит веселье, играть и в свою подружку-няшу. Вот, я, к сожалению, сниму ее, потому что у нас тут такая техническая трудность небольшая. Ну, у каждого клоуна есть свой набор игрушек. Он должен быть минимальным, но есть обязательно музыкальный инструмент. Если мы заходим в отделение, и играет такая мягкая мелодия, то все дети уже знают, что мы придем, что мы уже идем. И они нас все ждут очень. Вот. Кроме того, у нас неяркие костюмы и неяркий грим, потому что действительно яркий грим очень сильно пугает детей. Еще у нас важный такой элемент – это то, что мы соблюдаем дистанцию. То есть, если ребенок, как раз мы замечаем, что он начинает тревожно смотреть на нас, то мы делаем шаг назад и используем шаблоны, что мы еще больше боимся его, нежели он. И он думает, вот такие дурачки пришли, если они боятся нас, меня, да, то я такой сильный, смелый, ловкий и удачливый. У нас есть такие большие разные игрушки, которые помогают нам делать уколы, делать нас, слушать, сколько там градусов у нас, улыбка и так далее. Да, это такие большие игрушечные, они такие мега огромные. Это импровизация большей части, а все-таки сценарий какой-то есть. Да. У нас есть свои хитрости в работе, потому что в больнице места мало. Такого театрального представления сделать невозможно, поэтому это должно быть очень компактно и очень мы следим за порядком и дисциплиной, чтобы никто, не дай бог, не поранился и не сделать каких-то ошибок. Но у каждого из нас мы репетируем, у нас есть шаблоны. Шаблоны, на которые мы можем использовать, ну, то есть уже используем импровизацию, и получается, что каждый раз представление это совершенно новое. Ну, например, шаблон, пульт управления, да. Когда ребенок попадает в больницу, он перестает вообще контролировать практически реальность, потому что контролирует врач, и это правильно, потому что он назначает процедуры, болезненность, неболезненность, никого это не касается, ребенка надо вылечить. И ребенок не может сказать, что стоп, не надо мне делать уколы, да. Но когда приходит клоун, он такой дурачок, которым можно покомандовать, и у ребенка есть ощущение, что он на самом деле что-то может в этом мире. Он кем-то может покомандовать, над кем-то... Будь главным в этот момент. Будь главным, да. И поэтому, вот знаете, как пульт управления в играх, да, когда нажимается, там, клоун, там, если вверх поднимается, клоун должен, там, подниматься вверх. Если вниз, то клоун должен опускаться вниз. И таких шаблонов у нас очень много. Но мы никогда не знаем, что в палате находится, в каком состоянии лежит ребенок, какого возраста этот ребенок, и что у него в голове, что он умеет. Мы пробуем, ребенок идет на контакт, и мы развиваем эту тему. Вот эти чудесные игрушки, даже не игрушки, а костюмы на пальце. Это называется пальчиковые игрушки, с помощью которых мы разыгрываем тоже маленькие-маленькие спектакли. Пожалуйста, зайчика вам. Вот, маленькие спектакли. Детки маленькие, которые от двух до пяти... Привет! Привет! От двух до пяти, даже до семи лет, они для того, чтобы меньше боялись больничного клоуна, мы используем игрушку. Почему? Потому что ведущая деятельность ребенка – это игра. И если мы возвращаем игру в больницу, то ребенку есть чем перерабатывать вот этот травматический материал. Это удивительно, но больница превращается в волшебное пространство. Это может быть океан, это может быть путешествие, это может быть сказочная клоунская страна. Им намного легче становится, потому что он возвращается в свою собственную среду. Когда ребенок в больнице, он теряет игру, теряет взрослого. Как родители реагируют на посещение больничных клоунов? Нет, не нужно к моим детям приближаться, либо, конечно, заходите. В основном, конечно, заходите. И благодарят, и говорят, спасибо, ребята, вы очень сильно помогаете. Иногда бывает так, что ребенок действительно себя очень плохо чувствует. И есть некий стереотип, что если больничный клоун или вообще клоун придет, или, это скорее, наверное, про аниматоров, которые не очень умеют работать с такими детьми, то, конечно же, они говорят, нет, тут ребенок плохо себя чувствует. Но я думаю, что через время этот стереотип пройдет, потому что именно в этот момент мы нужны. Именно в этот момент мы знаем, как правильно отвлечь ребенка, его перенаправить на то, чтобы он улыбнулся, чтобы он чуть-чуть забыл о своей боли. Но это со временем. Татьяна, вы психолог по образованию, да? В вашей команде психологов больше, потому что все-таки, вот это важно, больничные клоуны все-таки должны иметь какое-то представление о медицине в целом и психологии, детской психологии. Потому что это не просто развлечение, которое на отдыхе, да? Мы видим, и там есть аниматоры, которые развлекают. Здесь это является частью терапии. Да, это часть терапии, это часть реабилитационной программы, профилактической программы. И, конечно же, важно, чтобы наши клоуны понимали вопросы возрастной психологии, вопросы контакта с детьми разных возрастов, вопросы медицинского обслуживания и медицинских процедур, что происходит с ребенком при определенных тех-тех-тех-тех процедурах, введении тех-тех-тех лекарств. Это, конечно же, актерское мастерство. Это огромная часть актерского мастерства, которое помогает нам импровизировать, но со знанием и с умением. Вот вы сказали, что это все на владельцевских началах, ваша работа, ваш проект существует. Но есть ли те, кто помогает? Потому что без спонсорской поддержки любой благотворительный проект, он обречен на неудачу. Конечно, есть. И мы очень благодарны нашим спонсорам, которые нам помогают. Это люди неравнодушные города Харькова. Конечно же, этого недостаточно. У нас, если происходит какая-то акция, то под эту акцию собирается определенное количество денег. Но воничным клонам нужно обучаться. Сейчас это достаточно дорогостоящее. Хотя мы ходим практически, вообще не получаем за это никаких денег. Но обучение за рубежом стоит больших денег. И в то же время нужны реквизиты, нужен транспорт, нужны какое-то тоже все-таки моральное вознаграждение и материальное вознаграждение. Потому что клоун-волонтер – это клоун, который уходит через год. Потому что он какой-то вопрос свой решил. Нужна профессионализация этой области. Очень много сил и ресурсов уходит на то, чтобы подготовить такого человека. То есть это очень высокий уровень профессии. Вот каким образом, следующий этап, 5 лет вы работали таким образом, а следующие 5 лет, какую следующую пятилетку вы видите для проекта больничных клоунов в Харькове? То есть мы объединим все больницы, и в каждой больнице будет находиться. Это наша мечта. Это наша мечта, чтобы в каждой больнице работали больничные клоуны. Мы уже начали нашу пятилетку с того, что мы связались с иностранными организациями, профессиональными больничных клоунов, с тем, чтобы они сюда приехали, нас поддержали и морально, и профессионально. Я надеюсь, что мы поедем в апреле на конференцию в Европу, в Вену больничных клоунов. То есть нам хочется открыть окно в Европу, скажем так, и сюда Украину привезти, чтобы здесь они не работали, а обучали. Потому что наших коллег есть в разных городах, и в Киеве, и в Днепропетровске, и в Запорожье. Мы все друг друга знаем, друг друга поддерживаем, но тем не менее важно, чтобы уровень наш повышался. Кроме того, мы, конечно же, хотим сделать клоунский фестиваль здесь, в Харькове. Это тоже моя мечта. Кроме того, мы хотим войти в реестр европейских организаций, профессиональных больничных клоунов, с тем, чтобы это было действительно на профессиональном уровне. Ну и, конечно же, прежде всего, это охватить все больницы города Харьков. Потому что я считаю, что такая работа должна помогать врачам, детям справляться с заболеванием. Ну мы, в свою очередь, будем помогать этому вашим мечтам осуществиться и реализоваться. Спасибо большое, что приняли участие. В нашей программе «Двери открыты». Приходите, рассказывайте о вашем проекте, об этапах, новых этапах в проекте «Больничные клоуны». У нас в гостях была Грида Татьяна, представитель правления общественной организации «Харьковский фонд психологических исследований» и руководитель проекта «Больничные клоуны в Харькове». До свидания, до скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин